Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа 112 и я, ее ведущий, Мирам Кошенширеков. Оперативная обстановка по области за прошедшую неделю. С 27 ноября по 3 декабря по области зарегистрировано 8 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых пострадал один человек. 27 ноября поступило сообщение о пожаре в городе Павлодар в поселке Ленинский в пятиэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире происходило горение домашних вещей, мебели, пластиковой оконной рамы на общей площади 15 квадратных метров. Пожарными по лестничному маршу эвакуировано 6 человек. 27 ноября поступило сообщение о пожаре в Майском районе на участке трассы Курчатов-Аксу в автомобиле марки КАМАЗ происходило горение обшивки кабины пола сидений на общей площади 16 квадратных метров. 30 ноября поступило сообщение о пожаре в городе Аксу на участке трассы Павлодар-Козлорда вблизи поселка Береке в автомобиле марки КАМАЗ в моторном отсеке происходило горение резино-технических изделий, панели приборов, салона на общей площади 4 квадратных метров. 30 ноября поступило сообщение о пожаре в городе Экибастуз в девятиэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире. На кухне происходило горение натяжного потолка на площади 6 квадратных метров и мебели на площади 1 квадратный метр. 1 декабря поступило сообщение о пожаре в городе Экибастуз в электровозе грузового поезда в передней секции локомотива в кабине машиниста происходило горение резино-технических изделий на площади 12 квадратных метров. 2 декабря поступило сообщение о пожаре в городе Павлодар в поселке Житекш в четырехкомнатной квартире происходило горение домашних вещей, мебели, бытовой техники на общей площади 40 квадратных метров, а также деревянных перекрытий потолка, хозпостройки, пристроенные к дому на площади 8 квадратных метров. 2 декабря поступило сообщение о пожаре в городе Аксу по улице Строителей в двухкомнатной квартире происходило горение домашних вещей, мебели на площади 0,5 квадратных метров. 3 декабря поступило сообщение о пожаре в городе Павлодар в гаражном обществе по улице Циолковского в гараже происходило горение домашних вещей, мебели, полностью выгорел легковой автомобиль марки ВАЗ на площади 40 квадратных метров. С места пожара в медучреждение доставлены двое мужчин. Мужчина 1995 года рождения с диагнозом отравления продуктами горения, термическим ожогом 1-2 степени, госпитализирован в ожоговое отделение. Мужчина 1990 года рождения с диагнозом отравления продуктами горения от госпитализации отказался. С наступлением отопительного сезона Департамент по чрезвычайным ситуациям убедительно просит соблюдать требования правил пожарной безопасности в отопительный период, в том числе при эксплуатации отопительных печей и бытовых электроприборов. До новых встреч!